Уроки по изучению Библии Вы, наверное, помните богатого начальника, который пришел к Иисусу с вопросом, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Иисус ответил, соблюди заповеди. Молодой человек сказал, все это сохранил я от юности своей, что еще не достает мне? Каждому из нас необходимо задаться подобным вопросом. Наш основной интерес лежит в духовной сфере. Большинство из нас являются членами тела Христова. Но мы несовершенны, как говорится в послании к римлянам 3.23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Каждому из нас надо спрашивать себя, что еще не достает мне? Библия говорит о духовных недостатках. Нам может не хватать здоровья, денег или даже популярности, но все это, кажущееся важным в данный момент, не является решающим. Когда же речь идет о недостатке духовном, дело становится куда серьезней. Тот юноша не испытывал недостатка в материальных благах. Он даже сохранял внешнее благочестие. Но чего-то недоставало в его сердце. Ему нужна была способность полностью и всецело отдать себя Господу. А чего может недоставать нам? В книге притчей 6.32 говорится о недостатке ума. В месте писания Осия 4.6 о недостатке знаний. В послании филиппийцам 3.20 о недостатке служения. В послании Иакова 1.5 о недостатке мудрости. Во втором Петра 1.9 о недостатке христианских добродетелей. О недостатке, на которой мы хотим обратить особое внимание в сегодняшней беседе, говорится в 1 послании Фессалоникийцам 3.9 и 10 стихах. Какую благодарность, читая мы, можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим, ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало в вере вашей. Недостаток веры. Какой важный недостаток? Библия говорит о необходимости веры. В послании к Евреям 11.6 сказано, а без веры угодить Богу невозможно. В Иоанна 8.24 читаем, «Потому я и сказал вам, и если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». А во втором послании к Коринфянам 5.7 находим такие слова, «Ибо мы ходим верою, а не видением». В книге Откровения 2 глава 10 стих используется слово «верный» – «будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Что такое вера? В толковых словарях к этому слову можно подобрать ряд синонимов. Это и убеждение, и доверие, и признание истинности. Все эти понятия можно отнести к библейской вере, и все же она подразумевает нечто гораздо большее. Библейская вера – это полная отдача себя Господу. Вера говорит, «Я полностью доверяю тебе и отдаю свою жизнь в твои руки». Вера – это преданность. В Евреях 11.1 мы находим библейское определение веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера видит невидимое, верит в невероятное и получает невозможное. Вера чрезвычайно важна, и все же в своем письме Павел говорит фессалоникийцам, что их в вере чего-то недостает. А не оказались ли и мы с вами в такой же ситуации? Давайте прочитаем историю фессалоникских христиан в 1 и 2 послании фессалоникийцам и в Деяниях 17 главе 18 стихе. Постараемся понять, о чем Павел говорит в этом месте, 1 фессалоникийцам 3 глава 9 и 10 стихи, после чего подумаем, какое отношение все это имеет к нам. Это произошло во время второго миссионерского путешествия Павла. Он прибыл в Троаду, где ему было видение, во время которого он услышал зов некоего человека из Македонии. Деяния 16 глава 9 стих. Этот зов открыл перед Евангелием новую перспективу, которая стала Павлу очень дорога. К Македонии у него всегда были особые чувства и душевная привязанность. Из всех его писем три были направлены именно туда. Где бы он ни странствовал, оттуда вновь и вновь шла ему материальная помощь. Если вы хотите узнать, какую глубокую веру имели эти братья, прочтите 2 Коринфянам 8 главу 1 5 стихов, где Павел говорит, что они давали даже сверх своих возможностей. До этой провинции он добрался по Эгейскому морю. Поработав некоторое время в Филиппах, он отправился в Фессалоники, преодолев для этого расстояние более чем в полутора сотни километров. Фессалоники были морским портом и самым главным городом во всей Македонии. Это был богатый и развращенный город. С юга к Фессалоникам вплотную подступала гора Олимп с ее снежными вершинами, на которой, согласно греческой мифологии, обитали боги. Частью храмового служения этим богам было действие, которое нельзя назвать иначе, как разврат и беззаконие. Прежде всего, по давней своей привычке Павел посетил синагогу. Он начал проповедовать иудеям, но мало кто из них принял благовестие. Библия отмечает, и некоторые из них уверовали. Деяние 17 глава 4 стих. Но об эллинах, язычниках, в Библии говорится, что их уверовало великое множество. Деяние 17.4. Иногда, цитируя Деяние 17 главу 11 стих, мы оставляем впечатление, будто в Фессалониках он не нашел должного отклика. В этом стихе отмечается «здешние», то есть верийцы, были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Слово «здешние» в этом стихе вовсе не означает «все население», а только иудеев. Когда Павел из Фессалоник прибыл в Верию, тамошние иудеи оказались более восприимчивыми, чем фессалоникские иудеи. А что касается язычников, то в Фессалониках они приняли слово с большой готовностью. Начальные главы первого послания фессалоникийцам как раз говорят об этом отклике. Во 2 главе 13 стихе Павел пишет «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что принявшие от нас слышанное слово Божье, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божье». В 1 главе 9 стихе он отмечает, что их отклик был не просто каким-то внешним проявлением. «Вы обратились к Богу от идолов», констатирует Павел. Лука отмечает, что Павел проповедовал и рассуждал в синагоге три субботы. Мы не знаем, сколько времени он пробыл в Фессалониках, но, по всей вероятности, недолго. Иудеи были настолько недовольны его словами, что вызвали беспорядки. Не найдя Павла и его товарищей, они схватили других братьев и силой привели их к властям. Отпущенные на свободу братья, побоявшись за жизнь Павла и бывших с ним, вывели их из города и переправили в Верию. В Верии Павел не переставал думать о фессалоникских братьях. Он оставил их, когда они были еще младенцами во Христе. Согласно 5 главе 1 послания фессалоникийцам, Павел передал им часть духовных даров путем возложения рук, как говорит 20 стих. Но эти новообращенные не были иудеями, которые впитывали учения Павла с молоком матери и не обладали той зрелостью, которую проявляли некоторые из тех, кого Павел обратил в своем первом миссионерском путешествии. Они почти или совсем ничего не знали о Божьем Слове. Обладая некоторыми чудесными дарами, они не имели должных знаний, которые дали бы им возможность использовать эти дары во всей их полноте. Вот это и беспокоило Павла. Кто-то из писателей сказал, это раскрывает перед нами сердце и заботу апостолов по отношению к тем, кого они обратили к Иисусу Христу. А как часто мы теряем из виду тех, кого мы привели ко Христу и о ком не следует забывать? Некто высказался по этому поводу так. Мы опускаем их в воду и затем бросаем. Павел же всегда проявлял заботу о тех, кого он обратил ко Христу. Вот что говорит Павел в первом послании фессалоникийцам, 2 глава, 17 и 18 стихи. Мы же, братья, бывшие разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Павел был в Верии, он не мог прийти в Фессалоники, он не мог помочь братьям, и это его очень беспокоило. Оставив вместо себя силу и Тимофея, Павел отправился в Афины, но сердце его болело за фессалоникийцев. Как они там? Он хотел вернуться, но препятствия не отступали от него, и он не мог прийти к ним. Наконец, к Павлу пришел Тимофей и рассказал ему самое худшее. Эти новообращенные из Фессалоник увязли в проблемах. На их только-только зародившуюся веру обрушилась тяжесть испытаний. Из первого послания фессалоникийцам мы можем предположить, какие это были испытания. Их преследовали иудеи. Более коварную угрозу представлял мир с его земными интересами, искушением вернуться к идолопоклонству, мирскими привычками и ценностями их недавнего прошлого. И, наконец, среди них распространилось лжеучение, извращавшее учение Павла о Втором пришествии Иисуса Христа и некоторые другие вопросы. Нетрудно предположить, что озабоченность Павла достигла наивысшей степени. Способна ли их вера выдержать испытания? Этот вопрос, наверное, не оставлял его в покое. В первом послании фессалоникийцам в третьей главе Павел пишет, стихи с первого по пятый, «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд наш». Павел знал, что их вера была еще слабой и уязвимой, поэтому он и отправил к ним Тимофея. Поработав в Афинах некоторое время, Павел пошел в Каринф. Там он, наконец, воссоединился с Силой и Тимофеем. Тимофей принес ему добрую весть. Их вера пока еще была жива. Именно в этот радостный момент Павел сел писать свое первое письмо к фессалоникийцам. Их маленькая община была установлена, по-видимому, около полугода назад. Он был страшно обрадован и взволнован тем, что их вера пока что выдержала испытания. Начало письма передает волнение Павла. Он пишет «Павел и Силуан и Тимофей церкви в Фессалоникской в Боге, Отце и Господе и Иисусе Христе. Благодать вам и мир». Стих 1. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». Стих 3. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи». Стих 7. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Стих 8. Если бы мы с вами получили подобную похвалу, то страшно бы возгордились. Мы бы, наверное, сказали «Посмотрите, о нашей вере известно повсюду. Какая замечательная у нас вера. Какой сильной должна быть наша вера, чтобы вдохновлять людей во многих местах». Но давайте посмотрим на всю картину целиком. Павел действительно похвалил их веру. Он пишет «Благодарю вас за вашу веру». А теперь перейдем к главе 3 нашего текста. Прочтем стихи с 9 по 13. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим, ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Павел говорит, «Да, у вас есть вера. Меня несказанно радует то, что вы продвинулись в своей вере, но мне хочется лично увидеться с вами». Зачем? Чтобы дополнить, чего не доставало вере вашей. Что значит дополнить? Дополнить или сделать полным или совершенным – это интересное и многозначное слово. В Евангелии от Матфея, например, оно используется по отношению к материальным вещам, в частности, когда говорится о починке сетей. Представьте себе дырки в сети. Когда рвется нить, дыра вдруг становится вдвое больше. Достаточно порваться нескольким нитям, чтобы дыра сделалась настолько большой, чтобы вся рыба может запросто уйти от нее. Матфей говорит о заделывании дыр, образовавшихся в сети, о восполнении сети. Используя эту метафору, можно перефразировать слова Павла, обращенные к фессалоникийцам. «Мы хотим заполнить пробелы в вашей вере». То же греческое слово в Ефесином 4.12 употребляется в духовном смысле. «Он поставил иных к совершению святых». Речь идет о необходимости для христиан служить. В современном переводе это слово передано словом «подготовить». Он сделал это, чтобы подготовить людей Божьих к служению. Оба перевода означают одно – дать святым все необходимое для служения, усовершенствовать. Вот такой смысл слова «дополнить» или «дать» все необходимое, как оно переведено в современном переводе в 10 стихе 3 главы 1 послания фессалоникийцам. Фраза «чего недоставало» в этом же стихе является переводом греческого существительного множественного числа, которое можно перевести одним словом «недостатки». Соединяя вместе слово «дополнять» и фразу «чего недоставало», мы получаем мысль Павла. «Посмотрите, у вас есть вера, но чего-то все же в ней недостает». Предвижу реакцию на эти слова. Да ведь это оскорбительно. Вовсе нет, Павел уже похвалил их веру. Его несказанно порадовало то, что они выстояли во всех трудностях, испытаниях, соблазнах и гонениях. Но он говорит, вам нужно кое-что еще, вам надо расти, я хочу помочь вам, я хочу при личной встрече с вами дополнить то, чего вам недостает. Давайте зададим главный вопрос. Каким образом Павел намеревался восполнить этот недостаток? Гадать необходимости нет. В других местах Павел также говорит о вере и о том, как она приходит. В послании к римлянам 10.17 он пишет, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божья». Апостол хотел быть с ними. Несомненно, он хотел продолжать учить их Божьему Слову. Ту же самую мысль выразил и Петр в своем втором послании. «Вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». 2 Петра 1.5. «Никогда нельзя сказать «я уже достиг». Вы не должны останавливаться в своем росте». По сути, Павел говорит, «я хочу вам дать больше знаний о Божьем Слове». Из истины, которую высказал Павел, однозначно вытекает следующее. «У вас не будет сильной веры до тех пор, пока ваша вера не станет послушной». В послании Иакова 2.20 подчеркивается, что вера без дел мертва. Павел не устает повторять, что вера приходит через Библию. Он также настаивает, что вера бесполезна, если в ней нет послушания. В 1 Фессалоникийцам 1.3 Павел хвалит их дело веры. В Галатам 5.5 он пишет, «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Стих 6. Павел хотел видеть их, и он пишет, «Ваша вера неполная. Я хочу встретиться с вами, чтобы проповедать вам Божье Слово и вдохновить вас на послушание Ему». Из истории, однако, известно, что Павел встретился с ними только через три или даже четыре года, когда предпринял свое третье миссионерское путешествие. Что же он сделал в промежутке? Он написал первое послание фессалоникийцам. Он не мог их видеть, как ему того хотелось, и поэтому в своем письме Павел делает то, чтобы он сделал при непосредственной встрече с ними. Прежде всего, он учит их. Он разъясняет им, что такое любовь, говорит о втором пришествии Христа, о суетности и идолопоклонстве. Во-вторых, он призывает их к послушанию. Давайте прочтем, например, четвертую главу первой и второй стихи. «За сим, братья, просим и умоляем вас, Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Он говорит, «Вот как вы должны жить и поступать, преизобилуйте в этом. Чем дальше, тем старайтесь больше». Хотя он и не мог увидеться с ними лично, посланное им письмо возымело действие. Спустя короткое время он пишет фессалоникийцам второе письмо. Обратите внимание на первую главу, третий стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша». Они не достигли совершенства. Читая второе письмо фессалоникийцам, вы увидите, что у них все еще были ложные представления о втором пришествии Христа и других истинах. Но они были на верном пути, и их вера возрастала. Макгарви говорит нам, что церковь в фессалонниках была оплотом веры на Востоке на протяжении столетий. Несомненно, их вера продолжала возрастать. Давайте теперь обратим взоры на себя и применим все вышесказанное к нашей жизни. Хотя из первого письма фессалоникийцам третьей главы десятого стиха можно вынести много уроков, без сомнения самым важным для каждого из нас является следующее. «Как бы далеко мы не ушли в своей вере, перед нами еще очень долгий путь. Вместо того, чтобы говорить, люди могут ставить мою веру в пример, потому что о ней знают многие, нам нужно сказать себе «в моей жизни чего-то недостает». Я надеюсь, мы понимаем библейское учение о благодати. Божья благодать дает то, чего не можем дать мы. Но в то же самое время нам нужно стремиться делать все возможное и становиться такими, какими мы должны быть. В порядке самоконтроля давайте напоследок спросим себя, что можно сказать о нашей вере. Возможно ли, чтобы Павел написал нам то же, что он написал фессалоникийцам? Мог бы он сказать о том, чего недостает нашей вере? Когда я начал работать над этой темой, мне сразу же вспомнился библейский рассказ из жизни Христа, записанный в девятой главе Евангелия от Марка. Иисус со своими тремя учениками был на горе Преображения, на которой произошло знаменательное событие Преображения Иисуса с Моисеем и Ильей. Когда они спустились с вершины горы, Иисусу тут же пришлось разбираться с проблемами веры. Остальные ученики поджидали его, окружив человека, у которого был одержимый духом сын. Этот нечистый дух был причиной того, что с сыном случались припадки и другие ужасные вещи. Ученики сказали, мы не можем исцелить его. Иисус посмотрел на человека с сыном и заговорил с ним о вере. «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему» — стих 23. Помните, что ответил Отец? «Верую, Господи, помоги моему неверию» — стих 24. Иисус исцелил сына. Но что значит слова «верую» — «помоги моему неверию»? Насколько мне известно, именно эти слова начертаны на могиле Уильяма Дженнингса Брайана на Арлингтонском национальном кладбище. Эти слова могли бы подойти всем нам — «верую», «помоги моему неверию». Я не сомневаюсь, что все мы верим. У большинства из нас достаточно веры, чтобы креститься во Иисуса Христа. Вера есть. Но разве не правда, что вера подвергается нападкам? Я упомянул о нападках, которым подвергалась вера в фессалоникийцев. Подобным атакам подвергается и наша вера. Примером могут быть и открытые гонения, хотя они и видоизменились по сравнению с первым столетием. Сегодня гонения, как правило, приходят под личиной насмешки. Как-то на днях я разговаривал с одним человеком, который сказал, «С детства меня окружали верующие люди. Сегодня же я все больше и больше встречаю людей, которые просто улыбаются и говорят, «Ты все еще веришь в эту устаревшую чепуху». Все это и есть современное гонение. Существует также и скрытое давление со стороны мира, который старается затянуть нас на свои старые пути. Кто-то однажды сказал, «Какое замечательное наступило время! Нашей молодежи уже не нужно учиться грязным словам и сомнительным делам в подворотнях. Они могут сидеть в чистом, удобном, прохладном кинотеатре и познавать все это из фильмов, или же устроиться дома в уютном кресле перед телевизором, смотреть канал кабельного телевидения и таким образом изучать их. Мир заставляет нас быть такими, как он. У нас также есть лжеучения, которыми буквально пропитана атмосфера. Если этого недостаточно, то существуют еще просто обычные трудности современной жизни. Инфляция, безработица, будничные проблемы, распад семей, воспитание детей и прочее. Да, наша вера проходит испытание на прочность. Многие из нас, наверное, вынуждены признать, «Моя вера иногда колеблется». А может ли кто-нибудь из нас сказать, «Моя вера ни разу в жизни не поколебалась?» Разве не многие из нас должны воскликнуть, «Верую! Помоги моему неверию!» Если бы Павел посмотрел на нас сегодня, разве он не мог бы сказать, «Я благодарен за вашу веру!» «Я благодарен за то, чего вы достигли, как часто ваша вера вдохновляла других. Это она сделала вас такими, какие вы сейчас есть. Но мне бы хотелось увидеться с вами, чтобы дополнить вашу веру тем, чего ей не достает». Для нас очень важно осознавать, что наша вера должна расти. Вполне возможно, что некоторые из нас думают, «У меня достаточно веры, чтобы исполнять то, что написано в Марка 16.16». Но Библия говорит о росте веры. Мы уже отмечали 2 Фессалоникийцам 1 главу, где Павел говорит о возрастающей вере фессалоникийцев. И вновь во 2 Коринфянам 10.15.16 Павел пишет, «Надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и далее вас, в странах за пределами вашими, проповедовать Евангелие. Вера способна расти». Иисус Христос как-то сказал своим ученикам, «Вы должны прощать до семижды семидесяти раз». Услышав такой призыв Иисуса, апостолы точно определили, чего им не доставало. «Умножь в нас веру», попросили они Господа. Евангелие от Луки 17, глава 5 стих. Вернемся к нашему вопросу о том, как может возрасти наша вера. Как бы мне хотелось дать вам простую коротенькую формулу, несколько волшебных слов, которые заставили бы вашу веру расти. Хотя бы сказать вам, «Пойдите туда-то, сядьте, подумайте о Боге, и ваша вера возрастет». Но так не бывает. Любое значительное достижение требует усилий. Возрастание в вере тоже требует усилий. И поэтому нам опять придется вернуться к тем двум моментам, на которые мы пытались обратить наше внимание. Во-первых, если мы хотим, чтобы наша вера росла, мы должны дополнить нашу веру тем, чего ей не достает. Мы должны изучать Божье Слово. В Псалме 118-11 стихе говорится, «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Кто-то высказался по поводу этого стиха. Хорошая вещь в хорошем месте для хорошего дела. Хорошая вещь – это Слово Божье. Хорошее место в ваше сердце. Хорошее дело не грешить против Бога. Но как впустить Слово в сердце? Оно туда не входит автоматически, только благодаря изучению, трудам и усилию. Боюсь, что слишком многие из нас хотят приступить к делу, не имея должной платформы. Я понимаю, что разговор о занятиях не доставляет большой радости. Если бы я сказал, «мы должны завоевать мир для Христа» или «мы должны совершить то-то и то-то», мой призыв был бы куда более вдохновляющим. Но знаете ли вы, что случается с теми, кто с головой уходит в работу для Бога и пренебрегает основанием? Он перегорает. Слышали ли вы о таких случаях? Если не иметь внутри достаточной прочности, можно перегореть. Вы знаете, я за работу. Вы знаете, я за активную работу для Бога. Но вы должны начинать с основания. Представьте себе, что меня наняли посадить фруктовые деревья. Мой работодатель намерен платить мне по два доллара за дерево. Он прикидывает, что в час я посажу от четырех до шести деревьев. Он показывает мне, как выкопать яму, достаточную для того, чтобы в ней поместились корни. Он показывает мне, как держать деревья, пока я сыплю специальную землю и определенным образом утрамбовываю ее. Затем он оставляет меня. Через час он возвращается в надежде увидеть четыре или даже шесть посаженных деревьев. А я же посадил их двести штук. Я говорю, вы должны мне четыреста долларов. Он изумлен. Как тебе это удалось? Это просто умопомрачительно. Как ты умудрился посадить за час две сотни деревьев? А я ему в ответ очень просто. Мне вдруг пришла в голову мысль, что самая большая проблема в посадке деревьев это корни. Никто этих корней не видит. Смотрите, какие они несимпатичные. Я обрубил все корни. Вот они, свалены в кучу. Я посадил одни стволы. Для того, чтобы воткнуть ствол в землю, много времени не требуется. Да вы и сами видите. Я думаю, что я бы очень быстро потерял такую прибыльную четыреста долларов в час работу. Если бы хозяин захотел потратить время на объяснение, он мог бы мне сказать, погоди-ка, ведь дерево питается именно от корней. Корни обеспечивают ему устойчивость, и растет-то дерево благодаря корням, а без корней все это погибнет. Молитва очень важна, работа во имя Бога тоже важна, однако основой христианства является Бог, который говорит с нами через свое слово. И единственный способ впустить это слово в наше сердце и тем самым укрепить основание, это приложить некоторое усилие к изучению его. Не так давно один мой знакомый проповедник посетил библейское занятие для взрослых. На уроке присутствовало 150 человек. Думаю, вы согласитесь со мной, что где, как на библейском занятии для взрослых в Господней Церкви следует изучать Божье Слово. Учитель обратился к классу. Кто читал Библию на этой неделе, каждый день поднимите руки. Из 150 человек подняли руки трое. Обратите внимание, что учитель не спросил, сколько человек изучало Библию. Он не спросил, сколько из них читало много каждый день. Он не поинтересовался, сколько поняли то, что они прочли. Он спросил лишь, сколько из вас открывало Библию по крайней мере один раз в день за эту неделю. Подняли руки трое. Проповедник подвел итог. Приходится думать, что в Церкви изучение Библии дело добровольное. Сверхдуховные делают это, а в общем это не обязательно. Но разве это действительно не обязательно? В течение последних нескольких недель я много путешествовал. Позвольте мне задать вам вопрос. Разве во время моего путешествия мне не обязательно было придерживаться путеводителя? Разве мне не нужно было, сев за руль, придерживаться дорожных знаков, сверяться с картой дорог и задавать по пути вопросы? Вы не обойдетесь без путеводителя, если хотите попасть из одного пункта в другой. Библия единственная карта, указывающая путь на небеса. Если у вас очень опасная работа или вы занимаетесь небезопасным видом спорта, разве меры защиты не обязательны? Я думаю, родители не захотят, чтобы их дети играли в американский футбол без каких-либо средств безопасности, кроме щитков или наколенников. Защитой нельзя перенебрегать. Знаете, что говорит Библия? Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего Ефесинам 6.12. Мы должны учиться пользоваться духовным мечом, Божьим словом, как сказано в Ефесинам 6.17. Защитные меры обязательны. Если вы хотите жить, разве питаться не обязательно? Большинство из нас любят поесть, некоторые только для этого и живут. Мы же должны есть для того, чтобы жить. Если вы не хотите умереть, вы не будете задумываться, принимать вам пищу или нет. Но на духовном уровне нашим единственным источником пищи является Библия. Так говорится в первом послании Петра, 2 глава, 2 стих, а также в послании к евреям, 5 глава с 12 по 14 стихи. Нам нужен путеводитель, защита и питание. На духовном уровне источником всего этого является Божье Слово. Я знаю, все мы заняты, но мы говорим о том, что абсолютно необходимо. У одной женщины над мойкой в кухне висел плакатик «Здесь трижды в день проводится богослужение». Она была занятой женщиной, но нашла время и место подумать о Боге. «Когда я говорю об изучении Библии, я говорю о работе. Верийцы ежедневно разбирали Писание», написано в Деяниях 17 главе 11 стихе. Павел говорит во 2 Тимофею 2.15 «Старайся представить себя Богу достойным. Вообразите, что после службы я иду в зал, становлюсь на четвереньки между рядами и начинаю осматривать пол вокруг себя. Вы подходите ко мне и спрашиваете, что вы делаете? Я говорю, ничего, считаю, что каждый день всем нужно опускаться на колени и смотреть на ковер. Вы, вероятно, скажете, парень должно быть свихнулся, но с другой стороны, если я скажу, я ищу контактную линзу или булавку для галстука, вы, возможно, сами опуститесь на четвереньки и станете помогать мне. Тогда бы у меня была цель исследования ковра». Некоторые люди открывают Божье Слово и говорят, мне нужно сегодня что-нибудь почитать. «Я прочту пару стихов отсюда и пару стихов оттуда». Кто-то может спросить, «Что вы делаете?» «Да ничего, ответят они. Я просто смотрю в Библию. Есть ли у вас цель, когда вы приступаете к чтению?» Мы читаем для того, чтобы изучать Библию. Но не просто изучайте Библию, а исполняйте то, что она говорит. Действие укрепляет нашу веру. Иакова 2 глава. В Евангелии от Матфея, в 7 главе в конце своей Нагорной проповеди Иисус говорит о двух строителях. Как мы знаем, у обоих были одни и те же подрядчики. Возможно, у них был одинаковый проект. Они могли использовать одинаковый строительный материал, одинаковую краску, одинаковую меблировку, встроить одинаковые окна и двери, а также придать крышам одинаковую конфигурацию. Но после того, как утихла буря, один дом остался целым и невредимым, а другой развалился. Почему? Да потому, что один человек построил дом на камне, а другой на песке. Иисус сказал, что тот, кто построил на песке, подобен тому, кто слушает, но не исполняет. Стихи 26 и 27. Налетают житейские бури, и нет такого человека. Другой же слушает и исполняет. Его дом, его жизнь, если угодно, остается стоять, как ни в чем не бывало. Невозможно опровергнуть философию одного ирландского водителя такси. Он сказал, «Верьте всему, что говорит Бог, и исполняйте все, что Он велит». И тогда вы можете рассчитывать на исполнение всех Его обещаний. А теперь посмотрим каждый на себя. Что можно сказать о нашей вере? Кто-то заметил, «Я чувствую, будто всю жизнь живу на краю счастья». Разве это не печально? Совсем близко, но все же только на краю счастья. Однажды я услышал такой комментарий о богатом юноше. «Он был на краю преданной веры». Это еще печальнее. Рядом, на краю, но только и всего. Может быть, кто-то из нас тоже находится всего лишь на краю веры? Мы подошли совсем близко, но мы никогда по-настоящему не изучали Божье Слово, так и не удосужились пересмотреть свои приоритеты, чтобы освободить время для занятий, так и не посвятили себя исполнению Божьей воли, чего бы нам это ни стоило. Я надеюсь, что вы все же переберетесь за этот край на сторону Бога. Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки.